Здравствуйте! В эфире новости АТН, в студии Оксана Пилькина и в начале коротко о главном. Три машины, как и тогда там стояло, и один автобус, Богдан, он к нам подъехал к выезду сначала сюда. Две двери открылись, там полная машина с автоматами людей была, балок-валок все, но они подъехали туда, начали выгружаться, из трех иномарок начали выгружаться, но они начали херачить с дроби, с калашей, шашку дымовую бросали потом. Выстрелы на Алексеевке, люди в камуфляже, устроившие перестрелку, ворвались в детский сад. В результате конфликта Добрабатовцев был тяжело ранен один человек. Конфликт начался между двумя мужчинами. В какой-то момент еще один из посетителей заведения достал пистолет и выстрелил вверх. Пришли поужинать, подрались, оказались в больнице. Полиция устанавливает владелица пистолета, который стрелявший выбросил около парковки. Четверо детей возрастом от двух до четырех лет самостоятельно игрались в комнате без присутствия, без надлежащего присмотра взрослых. Во время игры более старшие дети придавили частью раздвижного дивана рудную клетку ребенку. Детские игры с летальным исходом. Два смертельных случая произошли на выходных в Харьковской области. Погибшим детям было 2 и 11 лет. А теперь подробности. Поздно вечером в пятницу на Алексеевке звучали выстрелы. Группа людей в камуфляже, устроившая стрельбу, проникла в детский сад номер 411. В результате конфликта один человек получил тяжелое ранение в живот. 11 были доставлены в отдел полиции. Среди них активисты с хидного корпуса и боец батальона «Донбасс». В полиции конфликт назвали бытовым и не связанным с политикой. Но в соцсетях активно обсуждается другая версия о давнем личном конфликте между представителями двух добробатов. Сегодня 411 детсад работает в штатном режиме. Из 300 ребят только 7 человек не пришли. Порядок в комнате второй группы, куда, собственно, в пятницу вечером и вломились люди в камуфляже, уже практически навели. Все группы работают. Проведена генеральная уборка всех групп, не только той группы, которая пострадала. Завтра открывается группа номер 2, которая пострадала, потому что сегодня они поставили еще стеклопакет. Поставят стеклопакет и все, все в порядке. А какие повреждения? Разбито окно и повреждена дверь. Дверь уже установлена. Конфликт, который завершился именно здесь, начался около 10 часов вечера. Перед 77-м домом по проспекту Победы рассказывают сотрудники газовой автозаправки напротив. Три машины какие-то там стояло, и один автобус, Богдан, он к нам подъехал к выезду сначала сюда. Две двери открылись, там полная машина с автоматами людей была. Балаклава все. Но они подъехали туда, начали выгружаться. Из трех иномарок начали выгружаться. Но они начали хи***ть с дроби, с калашей тут. Шашку дымовую бросали потом. Людьми в камуфляже оказались с одной стороны экс-бойцы спецбатальона «Донбасс», которые представляли собой охранное агентство и полицейские, и представители партии «Национальный корпус», как минимум часть которых раньше входила в Добробат-скидный корпус. Стычка продлилась не больше 10 минут. Именно донбассовцы, по словам очевидцев, ретировались в детский сад. Их окружили 8 патрульных экипажей. Позднее подъехали следственная группа местного отдела полиции и бойцы КОРД. Я вышла на балкон, смотрю, очень много полиции, орут, кричат. Потом смотрю, значит, уже споймали. Потом выбили окно в садике, забежали туда, начали искать там что-то. В общем, это все до 12 часов было. Все это на людях происходило. И очень страшно, очень страшно. Потому что все вот, ну, тут дети, все, ну как это, садик еще, ну как это просто, ну как. А если бы там дети были бы, ну как это. Ну, кошмар, просто кошмар. Здесь куча машин было. Ну, приезжала полиция, еще разные другие машины приезжали. Там прокуроры, все такое. А с собачками? Да, много собачек было. Нет, здесь вообще никогда такого не было. За все время, здесь 17 лет живу, не было. Как можно описать это все? Ну, это зрелище было просто. В ходе стычки был ранен один из представителей национального корпуса Игорь Пушкарев. Он получил огнестрельное ранение, пуля попала в печень. Сейчас его состояние доктора оценивают как стабильно тяжелое. Кто конкретно воспользовался огнестрельным оружием, правоохранители не комментируют. В ту ночь полицейские доставили в Шевченковский райотдел 11 человек от обоих сторон конфликта, но шестерых отпустили практически сразу. Наразі всі участники події активно співпрацюють зі слідчими органами. Вилучена автоматична зброя, зареєстрована на одного з харків'ян, та не є табельною. В рамках розслідування кримінальних впроваджень призначено більше 50 судово-криміналистичних експертиз. Нагадаємо, що в результаті події, яка сталася 17 лютого в Харкові, розслідується три кримінальні впровадження за статтями Кримінального кодексу України – замах на вбивство та хулиганство. Ще п'ять участників конфлікта, в тому числе лідер охранників донбасцев Олег Черкашин, остались в полиції. Сейчас його телефон не отвечає, сам ім пояснить причини конфлікта не змог, як і тот факт, що його охранне агентство создано оппозиційним руководством страны депутатом Евгением Мураевым. Така інформація появилась в соцсетях. Впрочем, сам Мураев це опровергає. Не особо подробно о причинах конфлікта говорить лідер другой групи – національного корпуса Олег Ширяєв. Несмотря на то, что снова же в соцсетях распространилась информация о том, что это была уже третья стычка между этими групами, причина в разных взглядах на блокаду на Донбассе, а также раздел сфер влияния в Харькове, сам Ширяєв уверяет – прибыли на место конфлікта вместе с полицией только потому, что помогали им патрулировать город. Сказали о том, что люди вооружены, люди в соответствующей экипировке, в военной форме, в масках, поэтому мы на это отреагировали. А кто вызвал, что эти люди делали? Как они нарушали? Я не знаю, что эти люди там делали. Пусть все комментируют правоохранительные органы, которые сейчас работают над этим. Работает СБУ, работает полиция. А почему вы ехали на задержание без оружия? Ну, какое оружие у нас есть? Только травматическое. Мы сейчас не подразделение, мы гражданская организация. Вот и все. Расследование инцидента взяли на контроль в облгосадминистрации и Министерстве внутренних дел. А министр Арсен Аваков отметил на своей странице в Фейсбук, цитирую, «МВД не будет терпеть на улицах ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок с помощью оружия, самодельного шеврона или камуфляжа. Особенно, если им хорошо платят сомнительные личности». Конец цитаты. Веленмода, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости. Способ разнять драку или хулиганство. В одном из харьковских ресторанов во время драки прозвучал выстрел. Полиции говорят, что на месте происшествия нашли гильзу, но стрелявший успел скрыться. Накануне в одном из заведений на проспекте Науки произошла драка со стрельбой. В результате госпитализировано двое участников драки. Вызов в полицию поступил в 23.20, а чуть ранее в ресторане завязалась потасовка между двумя компаниями. Правда, в заведении уверяют, что посетители выясняли отношения уже на улице. Управляющий говорит, что вообще не слышал выстрела даже на улице. «Я, если честно, не слышал, потому что, когда они переместились на улицу, может быть и был, но точно сказать со стопроцентной гарантией я не могу. Это сто процентов». «Да, я видел, как здесь молодые люди друг у друга выхватывали огнестельное оружие, но что, как, кто и…» Управляющие добавляют, что участников драки не знают, как и стрелявшего человека. В полиции говорят, что после сигнала тревоги на проспект Науки выехала следственно-оперативная группа, которая после опроса выяснила подробности происшествия. «Конфликт начался между двумя мужчинами. В какой-то момент еще один из посетителей заведения достал пистолет и выстрелил вверх». С места происшествия в больницу увезли двоих пострадавших в драке. Пуля никого не задела. Оперативники нашли гильзу, а на парковке у ресторана обнаружили пистолет. Теперь правоохранителям предстоит выяснить происхождение пистолета и личность его владельца. Что это за пистолет, в полиции не говорят. Ссылаются на то, что не могут делать каких-либо выводов без данных экспертизы. Полиция внесла происшествие в журнал единого учета правонарушений, а после окончания следственных действий и сбора информации правоохранители смогут квалифицировать инцидент. Разгул борьбы за правду на улицах Харькова. Вооруженные стычки в спальных районах города, в которых нередко принимают участие так называемые активисты и участники АТО, настолько стали характерной чертой отличия жизни современного Харькова, что они становятся частью политических программ и способом ведения бизнеса. Правда, большинство экспертов сходятся в том, что эта радикализация вовсе не на руку демократии. Стрельба на Алексеевке – не первый случай, когда так называемые активисты устраивают опасные разборки в непосредственной близости от мирных горожан. Нападения на офисы политических оппонентов, рейды по незаконным, по мнению радикалов, предприятиям, экспроприация продукции, которая также лишь по усмотрению участников этих акций продается незаконно. В большинстве этих конфликтов участвуют люди в хамуфляже, которые нередко называют себя участниками АТО. И многие из них, признают ветераны, действительно таковыми являются. Но если одни ветераны, говорят в полиции, вернувшись с фронта, действительно пытаются найти себя в мирной жизни так, чтобы законно применить свои знания, другие устанавливают собственные порядки и вводят собственные нормы справедливости. Нередко ради личной финансовой выгоды и конкурируя между собой. И жертвами этой конкуренции могут стать мирные жители. Те, кто прошел военные действия, они помогают полиции и помогают во многом. Поэтому всегда будут паразитирующие элементы, которые на фоне вот этих действий будут как-то себя пытаться позиционировать и вплоть до незаконных действий, вплоть до крышевания всевозможных лариков магазинов, очень много сигналов. Это всегда было. Сейчас появилась новая тема. Там помощь воинам АТО, там еще что-то. То есть мошенники собирают деньги под какие-то несуществующие фонды. Дети одевают камуфляж и пытаются заработать путем, наверное, рэкета какого-то. То есть вот наша страна, она в течение 25 лет постоянно переживает вот эти вот факты мошенничества, теровымогательства, но под разными предлогами. Самая большая проблема ветеранов АТО, говорят сами участники войны на Донбассе, не допустить их маргинализации, как это произошло частично с воинами-афганцами, вернувшимися в мирную, но непонятную для них страну, в которой они стали желанными участниками преступных группировок. Поэтому побратимы призывают своих коллег обращаться в центры социализации, а не вступать в непонятные сообщества. Я считаю, что это прикрывное использование, насамперед, с каких-то экономических причин, с каких-то финансовых причин, но это прикрывное использование. И каждого из АТОвцев я сейчас прошу не брать участь в этих заходах, которые будут поплюжить светлую память загибших их побратимов, наших побратимов, и светлый образ воина-светла, который защищает Украину. Более того, говорят правозащитники и политологи, жесткая радикализация и вычурная патриотичность нередко имеют вовсе не проукраинские корни. И когда патриотов и активистов просят выйти на баррикады, надо четко осознавать, кто именно строил эти баррикады и ради чего. Это опять разъединение, это то, что направлено против государства. Опять-таки, ищите здесь российские корни во всем этом. Корни Российской Федерации, вот именно есть все это на руку, понимаете? Наши абвокады, наши столкновения, перестрелки там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому тут нужно все-таки всем, кто принимает участие в такого сортодействия, нужно включать мозги, так сказать, и хорошо понимать причины, которые все это вызывают. Мені це схоже на клубок розколюв гібридної війни. І з цим треба розібратися. Тут справа не в правій чи в лівій орієнтації. Справа в тому, що є орієнтація на певні радикальні сили, щоб змінити владу. І тут вже питання до самих військових, які пройшли страшне пекло в АТО, що вони мають на сьогодні розуміти, якщо вони хочуть створювати партійне будівництво, створювати власну політичну силу, вони мають розуміти, з кем вони зв'язуються. Чи власне вони зв'язуються з політиками, які проукраїнські, чи з політиками, які навіть не визнають російської агресії. Кроме того, отмечают политологи, надо помнить, що нередко за радикальними призывами, которые так популярны у молодежи, скрываются абсолютно популистические программы. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Двое погибших детей в Харьковской области на выходных. Девочке было два годика, мальчику 11 лет. Малышку придавили крышкой дивана. Подросток упал с чердака при домовой постройке. В одном из домов села Семенов-Яр, что в Богодуховском районе, маленькі дети играли в комнате. Не ведая того, трое малышей фактически убили во время этой игры двухлетнюю девочку. Четверо детей возрастом от 2 до 4 лет самостоятельно игрались в комнате без присутствия и без надлежащего присмотра взрослых. Во время игры более старшие дети придавили частью раздвижного дивана грудную клетку ребенку. При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, сдавливания органов грудной клетки. А в селе Мортовой Печенежского района трагедия, приведшая к смерти 11-летнего подростка, произошла во дворе одного из домов. Трое детей самостоятельно игрались без присутствия взрослых во дворе этого дома. Один из детей залез на чердак придомовой постройки и провалившийся в гневой пол зацепился при падении элементами одежды о выступающие края деревянных перекрытий. В результате чего ребенок повис на этом перекрытии. В этот момент младшие дети позвали на помощь свою маму. Когда мама выбежала, тело ребенка уже лежало на земле без признаков жизни. По событиям в Мортовой открыто уголовное производство по статье «Убийство» с пометкой «Несчастный случай». По гибели девочки в Семеновом Яру решается вопрос квалификации данного события согласно действующему законодательству. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости». Пострадавший водитель и огромная пробка на несколько часов. Две аварии подряд на перекрестке улиц Чебышева и Чкалова. На Институтской, бля выхода метро, обидва загинули, прикрывающие собою своими щитами, закрывающие ножи с пораненными. Третья годовщина Майдана. Именами героев Небесной Сотни называют улицы и площади. Но будут ли наказаны виновные в расстрелах на Институтской? Подробности через несколько секунд. Улицы Чебышева и Чкалова. Две аварии подряд спровоцировали пробку на несколько часов. В одном ДТП автомобили полностью перекрыли улицу, в другом – лобовом столкновении – пострадал один из водителей. Ниссан «Патфайндер» и «Лада Приора» не разминулись на улице Чкалова в районе 30-го дома. С места ДТП был доставлен в больницу водитель «Приоры». Мужчина, управлявший внедорожником, рассказывает, ехал от Белгородского шоссе в сторону Жильярди. «Приора» шла навстречу. Резко начал поворачивать влево. Ну и лоб в лоб. Я не успел ни затормозить ничего. Пояснил, что засмотрелся на здание, меня не увидел. Ну и всё, вышел, сказал, что я виноват, 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 извините, и всё. По предварительной информации, у водителя «Приоры» травма головы. Насколько серьёзная, будет ясно после обследования. Забирать машины с места ДТП приехал эвакуатор. В полукилометре ниже на Чебышева не разошлись «Мерседес С-класса» и «Хюндай Соната». На месте работала патрульная полиция. Как пояснил водитель автомобиля «Хюндай», он выезжал с территории частного сектора. Автомобили, двигавшиеся в сторону Белгородского шоссе, остановились его пропустить. В этот момент тоже со стороны «Жильярди» внизу, наверх поднимался «Мерседес Бенц», который вон там стоит. Начал обгон, и вследствие чего произошло ДТП. ДТП произошло, потому что «Хюндай» начал уже, был как бы на своей полосе, практически завершил маневр поворота налево. А «Мерседес», в свою очередь, на перекрёстке начал обгон. Медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась. За нарушение правил дорожного движения на водителя «Мерседеса» был составлен админпротокол. На время оформления аварии патрульные организовали реверсивное движение. Проезд в обоих направлениях был затруднен до тех пор, пока «Хюндай» не убрали с дороги. Галина Шподырева, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости. Законно ли выбран проект памятного знака на площади Свободы? Сойдебный процесс, часть 2. Дзержинский суд продолжил рассмотрение иска общественных активистов против Гурсовета. Общественники оспаривают приведения и результаты архитектурного конкурса, которым было определено строительство колонны с Архангелом и крестом на месте памятника Ленина. Правда, сегодня стороны вновь не приблизились к сути спора. Оспорить проведение конкурса на выбор памятного знака на площади активисты решили еще до оглашения его результатов. По их словам, процедура выбора памятника имела массу процессуальных нарушений, несоблюдение сроков, отсутствие профессиональной премии и многое другое. Все это привело к тому, говорят истцы, что близкие к городскому совету архитекторы устроили некий специфический между собойчик. Выбрали проект главного городского архитектора Сергея Чечельницкого – колонну с ангелом и крестом. Общественность возмутилась таким выбором. Петиция против проекта за считанные часы набрала необходимые 5000 голосов, а активисты, хотя и после долгих судебных проволочек, добились принятия иска к рассмотрению. Правда, буквально сразу ими было заявлено ходатайство об отводе судьи Игоря Семиряда, который, по мнению истцов, был предвзят по отношению к этому делу и по надуманным причинам откладывал его рассмотрение. Но служитель Фемиды отклонил ходатайство. Сегодня истцы повторили свое прошение. На этот раз они заявили в ходе процесса, что нашли доказательства того, что в автоматическую систему распределения дел в Дзержинском суде произошло незаконное вмешательство. Иск, поданный позже, был распределен раньше, а их дело, скорее всего, не просто так попало именно к суде Семиряду. Если есть системность, если все дела нормально не распределяются автоматично, это значит, что и эта справа не распределяется автоматично. А если невозможно автоматично распределить справу, то склад суду является неповноважным, и это и соответственно основа для отвода, выходя из норм Кодекса административного судочинства. Оппонентами сам традиционно выступила представитель Горсовета, которая как в первом предварительном заседании не увидела предвзятости судьи, так и в этом предвзятости системы. Ни один суд, который находится при повноважении или позаповноважении, не имеет доступа к этой системе. Внесение данных действуется администрацией этой системы. Поэтому я считаю, что действия судей по распределению этой справки не имеют никакого отношения. Невзирая на обращение ИСОК к соответствующему закону, судья снова не взял самоотвод. Поэтому в атмосфере абсолютного недоверия общественности он намерен рассмотреть дело по сути. А ещё отказал в обеспечении иска и не запретил строительство колонны до рассмотрения иска по сути. А это значит, пока будут идти судебные споры, в Харькове может появиться новый памятник, который, правда, в случае решения суда в пользу активистов, возможно, снова придётся сносить. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Третья годовщина Майдана. Украина вспоминает кровавые события революции гидности. Три года назад на Институтской погибло 73 мирных жителя и 17 правоохранителей. Дотлас горел дом профсоюзов, а столичный митрополитен остановился. В общем, пострадало более 600 человек. Спустя три года в Харькове появились улицы с именами Героев Небесной Сотни. Но будут ли наказаны виновные в расстрелах? Леонид Онищенко только что вернулся из области. В одной из школ он рассказывал детям о событиях на Майдане, участником которых он был. Говорит, забыть, как искал в больницах и моргах своих земляков, не сможет никогда. Знайшли Женю уже в морзе, а Влад еще майже тиждень боролся за життя. Все лекаря боролися, но поранение было несуммісно с життем. На Институтской, біля выходу метро, обидва загинули, прикрываючи собою своими щитами, закрываючи ноши с пораненими. Через три года после тех событий в Харькове появилась площадь Героев Небесной Сотни. Имена погибших харьковчан получили три улицы. Бывшая Красноармейская, потом Конарева, сейчас носит имя Евгения Котляра. Улица Тимуровцев переименована в честь Владислава Зубенко, а улица Миналенко в честь Юрия Порошука. Но самое главное, уверен активист Евромайдана Владимир Чистилин, чтобы об этих событиях помнили. С каждым годом становится все труднее. Я знаю, что сложнее выходить и приглашать родственников, потому что тяжело им, слишком давит это все. Конечно, мы очень хотели, чтобы после тех исторических событий ситуация кардинально изменилась. Этого не случилось. Процесс долгий, сложный. Началась война. И, конечно, все это накладывает отпечаток. Своебразный итог. Спустя три года у себя на странице Фейсбук подвела и корреспондент телеканала СТБ. Столкновение под Академией ВВ в Харькове для нее даже после поезда к ВАТО – самое страшное воспоминание. Тогда под дубинки попали и журналисты. Больше всех достала съемочной группе СТБ. Оператор Александр Брынза тогда с разбитой головой оказался в больнице, а Мария Мальевская в райотделе писала заявление. Сейчас, как и тогда, Мария не верит в то, что виновные будут наказаны. Обвинение составлено так, отмечает корреспондент СТБ, что доказать вину подсудимых крайне сложно. По директору АТП, который уже признан невиновным, хотя прокуратура подала апелляцию, насколько мне известно, на скамье подсудимых должен был быть не он, а чиновники из департамента транспорта Гурсовета, которые звонили и отдавали ему распоряжение пригнать городские маршрутки к Ленинской тогда еще райадминистрации, погрузить туда этих людей, вооружить их и привезти их на Богдана Хмельницкого. Похожая ситуация и с расследованием преступлений, совершенных в эти дни на Майдане. Сегодня генпрокуратурой расследуется свыше 2000 эпизодов по периоду с 30 ноября по 20 февраля 2014 года. Но первый прогресс в них появился лишь при третьем прокуроре Викторе Пшенке, который создал специальный департамент для расследования этих преступлений, говорит правозащитник Евгений Захаров. После этого были найдены новые доказательства. И сейчас одно из дел, где в качестве подозреваемых выступают командиры Харьковских и Львовских беркутовцев, уже находится в суде. В том, что будут и другие дела, и будут приговоры, Евгений Захаров не сомневается, но отмечает, речь идет об исполнителях. Кроме того, требуют расследования и смерти правоохранителей, говорит правозащитник. На Майдане погибли 17 милиционеров, двое из которых были харьковчанами. Оксана Нечапаренко, Евгений Шинкаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Спустя три года харьковчане почтили память героев «Небесные сотни» возле памятника Тарасу Шевченко. На митинг-реквием собрались несколько сотен людей. Возле памятника Кабзарю сегодня собрались несколько сотен человек. Харьковчане возложили цветы, зажгли свечи и почтили память погибших на Майдане минутой молчания. Чего я пришла? Мабуть, потому что помилитесь за них. Потому что, на жаль, деяких нема. А те, кто залишилось, божаем им здоровья и сил. Мы верим, мы помним и сподеваемся на лучшее. Среди собравшихся отец одного из героев «Небесной сотни» харьковчанина Евгения Котляра – Николай. Он до сих пор с болью вспоминает расстрелы активистов на Институтской в Киеве. И тот день, когда погиб его сын. Наказание виновных в убийстве его сына, говорит мужчина, стало главной целью его жизни. Три года назад кровавые события на Майдане унесли жизни десятков людей. Сотни были ранены или избиты. Всего во время массовых расстрелов активистов погибли трое харьковчан. Лариса Говина, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости». И о погоде. Эта неделя будет в Харькове теплой. Синоптики прогнозируют температуру выше нуля градусов. Во вторник в Харькове плюс один, три градуса. При этом днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В среду от нуля до пяти градусов тепла. Облачном и также с осадками. В четверг те же 0,5 тепла. При этом может срываться мокрый снег. Пятница обещает стать самым теплым днем на этой неделе. Столбик термометра поднимется в Харькове до 4-9 градусов тепла. После чего температура пойдет на спад. Но ночами температура будет падать ниже нуля. На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго и до свидания. Женочая классика для тебя. Успешная та сучасная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова